Неоплаченные штрафы на 11 тысяч рублей перевели к выявлению долгов на сотни тысяч последующих нарушений и аресту сразу двух автомобилей. Не самый удачный день сегодня выдался у 40-летнего казанца, вовремя не заплатившего за нарушение правил дорожного движения. После ареста одной машины он сел на другую, но делать этого, как выяснили автоинспекторы, не имел права. И далеко уехать у мужчины не получилось. Почему, расскажет Альбина Минебаева. Внедорожник Акура, принадлежащий 40-летнему мужчине, автоинспекторы и судебные приставы обнаружили в одном из дворов на проспекте Ямашева. Машину искали специально. Ее владелец задолжал 11 тысяч рублей по штрафам за нарушение правил движения. Владелец признал, мол, виноват и уже сегодня все оплатит. Затем версия поменялась. Штрафы были вообще-то обручены. Я вам сейчас 10 бумаг покажу, что они были обручены. Приставы были непреклонны, документов не увидели, транспортное средство арестовали. Ездить на нем он не сможет, пока не подтвердит оплату всех штрафов. Он не может, это транспортное средство, он не может им пользоваться, соответственно. И оно остается на ответственном хранении, то есть на этом парковочном месте, где его записали. Автоинспекторы в свою очередь пробили мужчину по своим базам данных и установили. Срок действия его водительского удостоверения закончился уже больше месяца назад. И сильно удивились, увидев его через несколько минут за рулем другой, также принадлежащей ему машины. В основе данного транспортного средства водитель, подъявить водительское удостоверение отказался. В связи с этим был составлен административный материал по чести первой статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации о бюджетных правовышениях, который влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Есть еще помимо штраф другие спонтопривы. Это у вас взыскание задолженности в пользу Федерации. Эти долги превышают 200 тысяч рублей. Мужчина, конечно, обещал все отдать в самое ближайшее время, но чтобы слова не расходились с делом, приставы арестовали и эту машину. Если в течение нескольких дней он не выполнит обещаний, автомобили будут выставлены на продажу, а вырученные средства пойдут на погашение долгов. Альбина Манибаева, Анафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112.